Здравствуйте! Давайте с вами сегодня попробуем сделать восстановление печатающей головы от струйного принтера фирмы Хиллит Паккарт. Это у меня конкретно Photosmart 5510. Щадящее восстановление ей не помогло, поэтому пришлось ее снять и делать восстановление более жесткое. Давайте вкратце о голове, об устройстве. Здесь у нас сюда поступают чернила, здесь фильтр тонкой очистки чернил. На черном даже видно, мне так кажется, что он более грубый. Здесь видно, что он такой рельефный, а цветные такие более гладкие, то есть сетка мельче. Здесь у нас идет электроника, плата управления и датчик позиционирования энкодерной линейки. И снизу вот у нас ряд сопел, то есть это черный ряд, один, и вот цветных три ряда сопел. Давайте для начала я тут постараюсь убрать засохшие чернила. Здравствуйте! Вы копии не делаете? Нет, не делаем. Убрать засохшие чернила, то есть аккуратненько желательно сопла не задевать. Ну вот тут я вижу, чернила настолько уже засохлись, закоксовались, что их только растворять, стереть их не получится. Вот здесь я еще вижу более-менее такие влажные, свежие чернила есть. Ну и вот тут под головой тоже есть чернила. Так, ну это у нас все, значит, растворится. Что мы будем делать с вами? Давайте... Ух ты, все размазал, грязь. Ну ладно. Сейчас попробуем, проверим, какие чернила идут, то есть как мы это проверим. Берем, капаем на все вот наши четыре фильтра по чуть-чуть нашей промывки. Если у вас нет специально промывки, у меня есть видео, как сделать саму промывку. Ну и, возможно, ссылку я на видео размещу. Так, делаем капельку на черный. Капельку, тут уже не знаю, какие цвета, это желтый, то есть как мы сюда промывку капаем. Там сразу видно какие-то цвета, потому что промывка растворяет частично цвета. Так, и вот снизу вижу красный, синий, желтый. Не совсем отчетливый. Давайте я вот сверну ее в два раза, чтобы отчетливый отпечаток. И вот сейчас сильно я надавил под капиллярным эффектом. У нас, видите, красный ушел быстро, синий ушел. И желтый чуть медленнее идет, если вообще идет. Ну, хотя вот здесь несколько, вот в одном месте, во втором месте. Да, вот желтый ушел. То есть по скорости впитывания чернил в нашу тряпку, я могу сказать, что частично желтые засохшие. Вот у меня на цветной печати идут пропуски, это конкретно из-за желтого. Так, ну а черный, вот я вижу в раз, ну вот частично более-менее где-то впитывается, но там даже вижу, что что-то идет движение частиц. Ну, на камере это не видно. Потихоньку черный тоже пытается пробиться, но так как снизу засохшие, поэтому я вот здесь обмакну. Снизу у нас засохло все. У нас здесь чернила не уходят. И также можно провести обратный эксперимент, то есть берем, капаем с этой стороны, капельку вот на цветные и на черные беру вот сюда. То есть черный сразу у нас начнет, цветные впитались, если я вот сейчас переверну быстро. Да, ну вот здесь не видно, но я вот вижу, что появились капельки. Ну давайте быстро переверну, вот у нас, хоп, и жидкость опять впиталась. То есть жидкость туда-сюда гуляет, это хорошо. Вот черный нам дал отпечаток, это, скажем так, чуть-чуть растворились чернила с этой стороны. То есть так же давайте сюда капаем. То есть если с головой все нормально, промывка у нас впитывается. Если промывка у нас частично окрашивается в цвет, который мы сюда, ну, который это сопло, значит они засохшие и чернила не впитываются. Восстановление заключается в чем? Что мы всегда здесь, чтобы здесь всегда находилась жидкость, и чернила постепенно растворялись, и пропитка заходила все глубже-глубже, растворила все сопла и убрала засохшие, здесь пигментные чернила, засохший пигмент из головы. Можно, конечно, вот так сидеть капать, но она будет растворяться и уходить, поэтому мы с вами сделаем, воспользуемся другим способом. То есть вот у меня есть такая, такой резервуар, конкретно это от вентилятора от процессора, снизу одевается, чтобы термопаста не стерлась. То есть мы что сделаем? Мы сюда сейчас накапаем, нальем сюда наши промывки, и в эту промывку поставим нашу голову. То есть промывки я много наливать не буду, чуть-чуть, чтобы она растворилась. Так, черный надо поставить. Она у нас сразу же открасится в разные цвета, в основном в черный, это вот эта грязь, конкретно которая на голове. Все, я вот столько налью, будет достаточно. И поставлю. Много лить не надо, потому что нам не надо замочить плату электроники, которая находится вот здесь. Это может привести к выходу из строя электроники. После этого, когда мы проделали данную процедуру, нам вот это все дело, поддончик и голову надо поместить в пакет, чтобы у нас промывка быстро не высохла, и промывка осталась на месте, и выполняла свою функцию по растворению. Я эту голову оставлю до завтра, это где-то часов 12. И через 12 часов мы с вами попробуем проделать ту же самую процедуру, то есть накапать сверху, и посмотрим, будет ли уходить у нас чернила в желтом, так же, как и в красном и в синем, и будут ли проходить чернила в черном цвете. Все, вот у меня голова простояла без малого сутки практически. Жидкость вот у меня, ну, частично подсохла, вот здесь видно, но еще осталось, не полностью высохла. Стояла бы без пакета, высохла бы полностью. Так, вот это, значит, я убираю наш резервуарчик и вытираю голову снизу. И давайте посмотрим, что у нас изменилось после того, как мы сутки, после того, как сутки голова простояла на промывочной жидкости. Давайте капаем так же на все цвета. Красный, синий, желтый. Красный, синий у нас вроде как нормальные были, желтый уходил медленнее. Сейчас вот голова в подвешенном состоянии, вот на тряпочку я ее поставил. Ну, желтый так же медленно и выходит, то есть вот только ушел. Ну, и здесь красный, синий и желтый неотчетливо, потому что черная промывка впиталась в голову. Ну, теперь давайте проверим черный, что нам скажет черный. Все, вот две капли я делаю на черный и прижимаю. То есть сейчас у нас уже черный цвет сверху не появляется, не растворяется. То есть вымалось все красители, которые сверху были. А снизу у нас так и не... Соплы, получается, не просохли, снизу так и не идет у нас черный цвет на нашу тряпку. Так, что теперь делаем? Берем, здесь я обмакну, чтобы у меня никуда не полилось после того, как я переворачиваю. Сейчас отверточка здесь в краях, раз. Попробуем с этой стороны капнуть. То есть аккуратно на черные. И на цветные. Цветные должны сразу впитаться. Да, цветные впитались. Черного уже... Черного цвета здесь не появляется. То есть сверху весь пигмент растворился и осталось только засохшее внутри головы. Это уже сложнее. Так, вот снизу вижу, что цветные вот переворачиваю. Вот они у нас здесь появились и опять впитались в нашу тряпку. Вот уже цвет пошел более-менее лучше. Ну, что мы теперь делаем? Я сейчас пойду помою наше блюдце, чтобы у нас здесь не было вот этого... Здесь вижу не чистая вода, а с чернилами. И зальем опять нашу голову на сутки. Все, я помыл поддон. Теперь мы также сюда нальем промывки. Вот в эту часть поддона. И поставим туда нашу головку. Все, головку поставили. Плюс сюда я еще капну несколько капель сверху, чтобы и снизу, и сверху шел процесс растворения. И на желтый, наверное, давайте капельку. Желтый у нас. Тоже кое-какие сопла засохшие. И также на сутки, например, на сутки оставляем ее в пакете. Вот у меня вместо пакета будет мультифорка. Можно, конечно, ускорить процесс восстановления, воспользовавшись... Допустим, либо подержать над паром головку, либо ее опустить в ультразвуковую ванну, которая у меня присутствует. Но это может отрицательно сказаться на сроке службы головы. Поэтому мы пока будем пользоваться вот таким щадящим восстановлением. Завтра посмотрим, что изменится. Все, прошли вторые сутки. Желтый цвет стал нормально впитываться. Это я уже проверил. Проходить. Черный цвет так нам и не дает никаких результатов. Плюсом, он ведет себя подозрительно, потому что, когда засыхает чернила, обычно мы капаем капельку, и капелька должна краситься в цвета, цвета, который засох. То есть, пигмент растворяется, красители. Но у нас этого не происходит. Это очень странно. Причем вот. Я налил. Чуть-чуть вот. Еле-еле заметная черная пятнышка. Быть так не должно. И то же самое происходит с этой стороны. То есть, когда мы с вами вот сюда капаем, из сопел, по идее, должны выходить черный краситель такими тонкими струйками. Но здесь этого не происходит. Как будто он забит полностью. У меня есть такое предположение, что, возможно, сюда вместо водянки залили пигмент, и все это дело свернулось, либо закоксовалось. Давайте с вами пытаемся форсировать процесс восстановления. То есть, я попытаюсь под давлением, вот такой игрушкой, продавить черный цвет. И посмотреть, выйдет что-нибудь, что-нибудь снизу у нас или нет. Сейчас я вот остатки воды солью, то есть, беру, прижимаю, и создаю сначала не сильное, а избыточное давление. И смотрю снизу, что здесь все беленькое, то есть, даже под давлением ничего не проходит. Давайте создадим большое избыточное давление. Так, где-то здесь неплотно прилегло. Все, вот под давлением, вот видите, появилась черная пена. То есть, только давлением я смог продавить эту голову. Так, нам надо эту пену убрать, потому что в ней, возможно, содержатся частицы, которые не могут пройти через голову, и они ее забивают. Поэтому вот мы сюда промакиваем это дело тряпочкой. Все, теперь давайте попробуем сюда капнуть черного, точнее промывки. Все, промывка окрасилась черный цвет. Вот так, по идее, должна себя вести, когда у нас есть засохший краситель. Но проходить через сопло она так и не начинает. Хотя вот уходит. Куда уходит, непонятно, потому что у нас не окрашивается в черный цвет. Не окрашивается в черный цвет наша тряпка. Давайте уберем вот эту резинку уплотнительную. Чтоб она нам не мешала. Все, снимем ее, что, возможно, под нее утекает наша жидкость. И теперь еще раз нанесем капельку промывки. Достаточно быстро промывка куда-то уходит. Ну, давайте еще капнем. Возможно, все, что я выдавил, оно сейчас туда впитывается. Достаточно быстро. Снизу у нас ничего не появляется. Ну, давайте дольем. Сколько туда? Ну, вот вошло где-то, наверное, один миллилитр. Вот, все. Вот, видите, появилась черная полоса. Примерно, получается, я вот снизу вижу, что где-то 30% сопел у нас через них пошли чернила. Давайте еще раз капаю сюда, пока будет впитываться. Все, то есть, вот появилась жирная полоса во всю длину. Теперь переворачиваем и попробуем с этой стороны также капнуть каплю промывки. Посмотрим, как она себя поведет. Все. 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 То есть, промывка, я вижу, сразу же пошла вниз, как будто у нас голова сразу заработала. Переворачиваем. Сейчас вот она уходит, оставляя черный след. Причем достаточно жирный черный след. Такое ощущение, что голова у нас была не засохшая, а как будто там находился воздушный пузырь, который препятствовал попаданию чернил. Давайте вот еще проверим, будет ли у нас жирный отпечаток. Капаем, капаем, капаем. Да, получается жирный отпечаток длиной. Длиной все сопла. Ну вот я вижу, что сопла у нас сейчас заработали, впитываются. Они нормально. Теперь нам осталось собрать эту голову назад в аппарат и проверить, как она будет работать. Все, принтер я собрал. Теперь давайте сделаем тест, что у нас получилось. Сначала сделаем прочистку и в конце прочистки он нам сделает тест. Жмем кнопочку вправо, жмем установки, здесь выбираем сервис, потом в сервисе значит жмем кнопочку, здесь уровень чернил, отчет состояния принтера, отчет о качестве печати, чуть вниз жмем, очистка головки, очистка протеков и выравнивания принтера. Нас интересует очистка головки. Жмем, он начинает у нас процесс очистки. Давайте процесс очистки у нас закончится. Где-то минуту он обычно проходит и он нам отпечатает тест. Посмотрим, появится ли черный цвет на этом тесте. Так, вот тут я забыл после разборки вернуть на место название этого принтера. Давайте вернем эту наклейку. Принтер пытается взять бумагу у нас. Все, наклеечку мы вернули. Теперь у нас наклеечка вместе. Все, принтер бумагу взял и печатает у нас тест. Вот мы видим, что черный текст пропечатан идеально без просветов. А цветной у нас почему-то вот с такими непонятными пропусками снизу. То есть, желтый идеально печатает и не печатает либо синий, либо красный. Ну вот я вижу, что красный вот этот прямоугольничек, он тоже практически идеально отпечатался. Значит, проблема с синим. Не знаю, что с ним, возможно, кончились чернила. Ну, основной мы с вами черный цвет. Черный у нас печатает идеально. Поэтому сделали мы с вами все правильно. Принтер теперь готов к работе. Можно печатать на нем документы. Все, если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.